Территория, полагающая область вокзала, проводит парковартическое мероприятие, организованное Министерством транспорта Саратовской области. По факту неоднократных поступлений жалоб граждан, лежащих в домах и здесь проживающих, по нахождению транспортных средств, осуществляющих перевозку такси на этой территории. В настоящий момент был вызвали совместный выезд Министерства транспорта, Государственной инспекции города Саратов и представителей управления ГАИ Саратовской области. На данный момент мы проверили несколько автомашин, расположенных на улице. На них имеется графическая схема легковых такси, но разрешения на перевозку деятельности у некоторых владельцев транспортных средств нет. В соответствии с этим, на владельцев транспортных эксплуатирующих данные автомашины будут составлены административные материалы, заданные правонарушения. Это штрафы? Да, это будут административные штрафы. Информация о данных нарушениях также будет передана в Минтранспортные, для назначения в дальнейшем разбираться. А какие нарушения, что нет масок, антисептиков, что-то в этом правиле дорожного движения изучали? Первоначальное правонарушение – это эксплуатация транспортных средств, мунистративных сфотографической схемой, без разрешения, в качестве работы такси. И в дальнейшем сейчас будем рассматривать вопросы, у кого есть антисептические средства, средства личной защиты, а также разрешение работать в данном направлении. Но вообще там не у всех были средства, маски, средства защиты. Да, так точно, вы же видели, водители находились без маски, но это личные автомашины, то есть здесь надо разбираться до конца. Но вообще… Проводим с госавтоинспекцией. Она заключается, с нашей стороны, в побуждении таксистов в соблюдении правил противодействия распространения коронавирусной инфекции. Должностным лицам Министерства транспорта и дорожного хозяйства сейчас даны полномочия составлять протокол административных правонарушений. Нам поступали жалобы от пассажиров такси, что водители не соблюдают правила, они обязаны быть в масках, обязаны иметь необходимые дезинфицирующие средства, обязаны иметь соответствующие пропуска, потому что они осуществляют трудовую деятельность. В данном случае мы уже составили два протокола по части 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В данном случае на основании этих протоколов суд будет принимать решение, виновен человек либо нет, и, соответственно, о мере наказания. Там достаточно серьезные санкции для физических лиц, это от предупреждения до 30 тысяч рублей.